Уважаемые слушатели, я записываю свой ролик В таких местах, где еще даже осенью воробьи, как вы слышите, впадают в эротический экстаз Это Саратов, и здесь еще есть такие места, в которых сердце русского человека отдыхает Такие дворики, заросшие деревьями, завитые диким виноградом, который очень красив сейчас И вот в таком как раз месте, в обозримом будущем, я надеюсь, произойдет открытие специфического учреждения По развитию высокой культуры выпивания водки и поедания пирогов В названии даже пироги будут фигурировать, но пока говорить об этом немножко преждевременно И отсюда, я надеюсь, вести какие-то репортажи, которые помогут вам разбираться хотя бы в себе Почему? Потому что это необходимо делать, поскольку люди ведут очень странный образ жизни И постоянно страдают от каких-то нелепостей, от странных представлений, увлечений, иногда страхов Причем это страшная биологическая проблема, я имею в виду страхи Почему? Потому что страх сковывает человека, разрушает его Мне очень нравится с юности один очень хороший анекдот, который сразу снимает очень многие страхи Про доктора, медицинский Прибегает к доктору пациент и говорит в ужасе, глаза расширенные, сам весь в страхах И кричит, доктор, доктор, я умру Задумчивый старик смотрит на него и говорит, обязательно Собственно говоря, на этом страхи должны заканчиваться Мы биологические объекты, и мы обязательно все умираем Рано или поздно В страшных корчах или тихо отходя ко сну, значит, в своей любимой постели Тем не менее, это происходит неизбежно Поэтому, собственно говоря, смысл существования состоит в том Чтобы вот это время заполнить такими вещами, такими делами Которым было бы не стыдно Это раз А во-вторых, чтобы самому было интереснее Ну что, на самом деле Человек бьется, 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 бьется всю жизнь А потом выясняется Все его достижения описываются Там, в какой-нибудь разделе Книжки-трамбле Посвященном Гидроидным полипам То есть гидре пресноводной Ну нельзя, чтобы жизнь состояла из поедания чего-нибудь Хотя это иногда очень вкусно Размножение И дешевого пендрежа То бишь доминантности Ну, ребята, ну хоть чуть-чуть-то Можно себя почувствовать человеком Такие места, которые создаются временем В котором нахожусь я сейчас Они, к сожалению, бесценны И ощущения, которые вы испытываете Они умрут вместе с вами Не волнуйтесь Причем у всех То есть единственное, что мы можем сделать Это сделать что-нибудь человеческое То, чего не было в природе и обществе И то, что На то, что приспособлен наш мозг А размножаться, выпендриваться и воровать Это, в общем, могут все животные Что они, в общем-то, и занимают Чем и занимаются По этой причине Уважаемые слушатели Я должен вас предупредить о проблеме страха Страх бывает двух сортов Значит, самый простой Это детский страх Который порожден лимбической системой Ну, то есть тем комплексом Инстинктивно-гормональных центров Регуляции поведения Которые, собственно говоря И определяют наши животные начала То есть это размножение, еда, доминантность Ну и все, что с ними связано Кто живет в рамках этой лимбической системы Тот, естественно, ни о чем не задумывается Зачем Набор обезьянных инстинктов И так подскажет, что делать Ну, когда нужно поесть Когда появляется возможность Размножиться Но уж когда появляется много возможностей Еще и выпендриться То есть Очень все просто и понятно Вот лимбическая система Рождает панические страхи О которых я недавно говорил В ролике под названием апокалипсис Даже супербогатые люди Подвержены им этим страхам Ничем не мотивированным зачастую И стремятся совершить какие-то профилактические действия Чтобы избавиться от своих этих страхов Или застраховаться так, чтобы не умереть То есть Неизбежный процесс умирания Который лежит в основе Человеческого цикла жизненного Он ничего страшного не представляет Другое дело Когда это умирание принудительное То есть когда люди убивают друг друга Здесь страхи, конечно, другого рода Но вопрос всегда сводится к тому А чего вы, собственно говоря, в жизни хотите? И тогда страхи, в том числе Достаточно такие реальные Начинают отходить на второй план Что вы сделали И что вы хотите сделать в этой жизни Ну, кроме того, что хорошо умеют гидроидные полипы Тараканы, мыши Кошки и собаки Вы чего делаете? Такого, чего нет в природе И если вы начинаете об этом задумываться То многие страхи отходят Почему? Потому что единственное, что остается от человека Ну, кроме продуктов дефекации И таких же бестолковых потомков Обычно то, что он сделал Для всех И ничего за это обычно не получил То есть, когда человек начинает думать В первую очередь Решает свои творческие задачи Тогда страхи начинают исчезать Ну, почему? Потому что Лимбические страхи Они непроизвольные Они животного происхождения А страхи Скажем так Осмысленные Произведенные в вашем организме Произвольным сознанием То, для чего мозг совершенствуется всю жизнь Это страхи совсем другого рода И, как правило, они К простой физиологической жизни Отношений особого не имеют То есть, иначе говоря Если вы начинаете пользоваться своим мозгом Думать И думать не только О чисто обезьянных проблемах Но и о человеческих То те страхи Которые вас волнуют Как мартышку Постепенно отступают Они заменяются, конечно Другими страхами Более системными Но, тем не менее Вот этой панических страхов У человека не бывает Но есть люди Причем очень многие Которые вообще никак не могут Избавиться От своих животных страхов Они гипертрофируются Иногда принимают чудовищные формы Иногда форма паники Ну, вот недавно мы видели Массовую панику У молодых людей Которые бежали в Казахстан В Грузию В прибалтийские страны Связанные с демобилизацией Да, это самый настоящий Животный страх Почему? Потому что они Хватаются за очевидную жизнь Которая, как им кажется У них весьма задалась Раз они живы Это справедливо Но если бы они подумали немножко То могли бы вести себя Иначе Я не говорю, что они поступают Плохо или хорошо Это не оценочное суждение Пусть бегут Пусть делают, что хотят Каждый человек выбирает Судьбу по себе Но страхи панические Которые у человека присутствуют Как у животного Они намного сильнее Потому что инстинктивно-гормональные Чем рассудочные Но если человек начинает Работать с неокортексом То есть думать Вот эти страхи постепенно исчезают Возникают другие Да, конечно Если вы не будете паниковать Как мартышка И убегать от любой опасности У вас Больше вероятность Погибнуть в неком Конкретном месте Но еще не факт Что вы сохраните свою жизнь Когда вы убегаете В другое место И не лишите себя Биологических преимуществ Которые так цените То есть Иначе говоря Задумчивость полезна И в случае полной Любви к человеческим страхам И к животным И к рассудочным И инстинктивным Поэтому Уважаемые Слушатели Я советую вам выбирать Между страхами Биологической природы И страхами Рассудочной Это ваш выбор Я не могу сказать Что хуже Что лучше Жизнь состоит из Массы случайностей Которые непредсказуемы Как правило Поскольку Многофакторны Но тем не менее Лично мне кажется Что рассудочное Страховедение Оно намного Более Рационально Чем панические Животные страхи Вызванные Лимбическими системами По этой причине Я вам советую От них как-то избавляться Напрягая немножко Свой мозг Думая О чем-нибудь Небиологическом Ну а я попью Пока чайку С пирожком Но в ближайшее время Именно в этом дворе Появится Некое заведение Которое будет Пропагандировать И мои книжки И некоторые Из идей Которые я высказываю В своих роликах Кстати говоря Можно будет Когда будет Появиться Специальный сайт Для этого Можно будет Задавать вопросы И получить у них На них Прямую Прямой ответ Причем даже Не только Под пирожок И чаек Но и под пирожок И рюмочку На этом Уважаемые Слушатели До свидания Поменьше вам Страхов И глупостей Которые за ними Следуют До свидания Алексей Васильевич Без всякой войны Без всяких Катаклизмов Они на самом деле Испытывают То самое Боевое воздействие Которое идет Как с одной стороны От тех Которые бегут Так и с другой стороны Которые К нам лезут То есть это люди Которые постоянно Сталкиваются С реальной опасностью Быть убитыми И на самом то деле Они Должны испытывать Даже в мирное время Максимальный страх То есть это Люди Действующие Армии Которые Где реальные Боевые патроны И стреляют С обоих сторон Поэтому мне Очень приятно Здесь оказаться И я готов Ответить На все ваши вопросы Ну Для начала Я хотел бы Представить Вас У нас На территории Нашей пограничной Заставы Энгельского отделения Саратовской Региональной Общественной Организации Ветеранов-защитников Государственной Границы Часовые Родины Энгельское отделение Присутствует Русский профессор Савельев Сергей Вячеславович Спасибо вам Сергей Вячеславович Что Нашли время Посетить наш Музей Пограничной Славы И вот у меня К вам Вопрос Внутренний страх И как его побороть Но это Самое главное На самом деле В жизни человека Потому что Страхов Как я Неоднократно Говорил и раньше Когда выступал На эту тему И у нас Несколько Есть Самый простой Страх Который Испытывает Человек Но тот же Страх испытывает Собака Кошка Когда Происходит Когда есть Угроза Ее жизни И у человека То же самое Так называемый Страх Лимбический Это что значит Ну Нас же Никто не учит Есть Правильно Мы так Как-то Подсмотрим Там Никто не учит Там Выпендриваться Вдруг перед дружком Вроде как Сами получается Вот А то же самое Никто не учит Там Жениться Или Девушкам Выходить замуж Это вроде Как-то происходит Естественно Вот эти Все естественные Человеческие Отправления Они контролируются На самом деле Лимбической системой То есть Такая часть мозга Которая определяет Когда Вы не понимаете Почему Вы так Делаете Но делаете Все равно И вот В этой системе Зарыто Зашито Очень важное Свойство Чувство Страха Причем Это чувство Страха Немотивированное Паническое То есть Речь идет о том Что любое Животное На этой планете У кого Кто устроен По нашему Принципу Млекопитающее Оно Стремится К двум вещам Перенести В следующее поколение Свой геном То есть Потомков Обеспечить их Это значит Их сделать надо Их надо Кормить Поить Защищать Охранять И значит Следующий вариант Но чтобы это делать Надо самому Сохранить жизнь Свою собственную Иначе этого не получится И Вот эти Инстинктивные Формы Страха Они кстати говоря Больше всего И действуют На человека Потому что Человек не понимает Почему Но боится Ну вот когда Призывников набирают Например Там вот сейчас Частичная Домобилизация Они боятся Причем они начинают Бояться того Что у него Бронежилет Не той длины Да Или у него Одежда Не та Которая подходит К нему То есть Ну там Какие-то Берцы Не той формы Не того Производства Там и прочее Прочее Много чего Не хватает Еды Того сего Пятого Десятого Это всегда Было И всегда Будет Это Это Как известно Что Сейчас же Наш Президент Создал Целую комиссию По сути дела Комитет Который вынес По обеспечению Специальной военной Операции Вынес Из Министерства Обороны С чего бы это Для того Чтобы контролировать Интендантскую службу То есть Снабжение армии Это обычное дело Это было всегда И в русско-японскую Войну И в первую мировую И в вторую мировую Вынуждены были решать проблемы Вне налаженной службы Хотя кажется странно Да И это связано С тем Что Любая Военная система В конце концов Приводит К возникновению Конфликтов А по пограничнике Это вечный конфликт И в этом отношении Чувство страха Играет огромную роль Если бы человек Не боялся То есть Нет таких Которые Вообще Лишены чувства страха Мне известен Только один человек В истории Нашей страны Лишенный чувства страха И он не военный Кто это? Это будете долго смеяться Это Миклуха Маклай Это тот самый Который Чуть не сделал колонию На Новой Гвинеи Русскую И стремился к этому Ну кстати говоря Он был очень связан С военными Потому что его Как раз Туда доставил Наш корабль Военный Там были вырыты Снесен лес Вырыты Специальные Такие Канавы В которых Минер Максимов Знаменитый Поставил три мины Там могло сдуть Полустро И поэтому Миклуха Маклай Он конечно любил Местное население Но не очень его боялся Потому что он никогда Не допускал Чтобы их было больше Чем у него Патрон в двух Наганах Убранных в карманы На всякий случай Поэтому говорят Что он не испытывал Чувства страха Он не испытывал Чувства страха Но опасался Потому что Тогда В те времена В его Пойти Генерал-губернатору Например Австралии Вот так Запросто Прийти И там Решать свои проблемы Или еще хуже К русскому царю Что тоже было Попасть На прием к царю Но это была Огромная проблема То же самое Как сейчас Ничуть ничем Не отличается Что к нашему президенту Что тогда к царю Так он спокойно проходил Он вообще У него не было Никакого ощущения страха Он что-нибудь боялся И из-за этого И жил там Довольно много На Новых Венеи Вот этот человек Действительно был Лишен Чувства страха Но это уникальный случай Нормальный человек Любой боится И вот отсюда У нас два Чувства страха Одно чувство страха Животное Из лимбической Системы Интуитивное Как еще называют Девушки И есть рассудочное То есть Когда вы осознанно Понимаете Что происходит То есть Что происходит Что может произойти С вами С вашей жизнью И человек Все время Взвешивает Эти два Между собой Параметры Если человек Если человек Начинает Поддерживать Он в конце концов Бежит Бежит Куда угодно В Грузию В Казахстан Еще куда-то То есть Страх Животный Он носит Биологическую Характеристику И никогда Рассудком Не контролируется Отдайтесь ему И вы превратитесь В свободного Бабуина Пожалуйста То есть А вот те Кто Все-таки Головой Пользуется И понимают Контролирует Рассудочную Деятельность Те Конечно Этими вещами Не страдают Это очень важно Потому что Одно дело Панический страх Когда человек Просто там Бросается в окоп Закрывает Все и никуда Не смотрит А другое Когда человек Оценивает вероятности И испытывает страх Такой же точно Но он с ним справляется Потому что Он понимает Откуда он может прийти Ну просто Любой солдат Побывавший Хостерас в окопе Я тоже был Призывался В советские Правда времена Это было Давно и неправда Но тем не менее Побывавший в окопе Прекрасно понимает Что если ты Осознаешь происходящее То шансов умереть У тебя намного меньше И в этом И шансов умереть Намного меньше Даже если у тебя Бронежилет Не той длины Там Берция Не того Не той формы И всего остального В этой ситуации Человек принимает Правильное решение Адекватное Причем Говорят Что это значит Молди А адекватность Она патриотическая Причем тут патриотизм Патриотизм начинается Когда заканчивается война А здесь он Принимает решения Оптимальные Для собственного выживания Он не паникует А начинает действовать Начинает действовать Разумно Он не цепенеет Как там 16-летняя девушка А начинает Совершать поступки Которые позволяют Которые позволяют Ему выжить В этой ситуации Но для этого Надо голова Чтобы работала Если голова Работать не будет Никакого решения Не примете Все будет Просто бояться Собственно говоря Вся Военная подготовка Но это с моей Точки Должна сводиться К тому Чтобы научить Человека Первое Избавляться От лимбического То есть Животного страха Который Как известно С разумом Несовместим Все наши предки Обезьяне Собаки Кошечки Все остальное Они испытывают Панический страх Они неадекватны Ну по этой причине Вы знаете Что всех Кроме людей Можно поймать В элементарной ловушке Единственное Кого нельзя поймать В природе В элементарную ловушку Это человек Но если он не идиот А если идиот То обязательно Там напугать Он побежит И ничего ты не сделаешь То есть Вот на этом Принципе Все и построено Как только Человек начинает Пользоваться головой Которая у него есть Которая досталась Ему бесплатно Вообще-то Он сразу же Повышает Свою вероятность Выживаемости И вот этот Панический страх Связанный с неустроенностью С какой-то там Ерундой Что главное Ну да Ты можешь промочить Промочить ноги Там получить сопли Да Но это же Не потери жизни Нет конечно Ну надо же Для этого иметь Ну минимальный разум Или ты что Пойдешь на другую сторону Греться Нет конечно У меня дедушка Например Во время войны Еще он был на трех Польской Финской И немецкой Пока его не ранили Они например Финскую войну Там было тоже Очень плохо С интендантами Ну в том смысле Что их расстреливали И расстреливали А еды Все не было И вот они вынуждены были Переходить линию фронта И с финских грузовиков Стаскивать крюками туши С мясом Чтобы своих же товарищей Накормить Это было В порядке вещей Ну естественно Чувство страха есть Потому что тебе надо Перейти линию фронта Зимой В Финляндии Надо хоть чуть-чуть Соображать Потом Дождаться На повороте грузовика Содрать с него Замороженную тушу Которую везут Финские части И притащить Потом к себе Потихоньку Чувство страха есть Конечно Чувство страха есть Поймают же Расстреляют сразу Без разговора Лазутчики А тем не менее Вот Проблема решалась Но она решалась Первое Когда человек думает А второе Когда человек действует Ну Да Конечно Винтенданты верноваты Но в данном случае Люди поступали Разумно Для того Чтобы решить Боевую задачу Ну и что При этом Жаловаться на что-то Довольно странно Война Это всегда Безобразие Это нормально Ни одной войны В истории человечества Не было Где бы не было Мелкого безобразия Всегда кто-то хочет Нагреться Всегда хочет Кого-то обмануть И обобрать Это всегда Так было Есть и будет Но просто С этим надо бороться Бороться не Страхами А Разумным отношением К делу Если вы хотите Мне что-нибудь Спросить Мне хотелось бы Спросить у вас Вы сами Конкретно Что вы могли пожелать Вот ребятам Которые сейчас Уже находятся На передовой Тем ребятам Которые пошли На передовой Ну во-первых Поклониться в ножки Потому что Первое Призвали вас Принудительно Не призвали Вы пошли Как доброволец Это значение Не имеет Когда ты переходишь Вот этот рубеж И идешь Воевать После этого Уже Первопричина Никакого значения Не имеет Все это прекрасно Как кто призывался Знает Все дальше Ты встаешь На те рельсы Которые называются Военные операции Значит что Можно пожелать Первое Надо думать о том Сколько Сил Времени Вы затратили На то Чтобы Ваша жизнь Сложилась С той Которая Есть у вас Сейчас То есть Вы достаточно Умные Вы не обезьяны Вы умеете Прогнозировать События Вы умеете Стрелять Там Использовать Оружие Технику Вы умеете Самое главное Прогнозировать Результат То есть Пользуйтесь Тем Что является Вашим уникальным Человеческим Свойством Предсказание Будущего Предсказание Будущего Стоит из того Что вы считаете Ситуацию Всегда Война Это на самом деле Это расчет Ситуации И поток Энергии Энергии У нас в стране Достаточно Я имею ввиду Оружие Боекомплекты Все Еда Одежда Все это будет Даже если Сейчас с этим Проблема Но главное От чего Гибнут солдаты И офицеры От глупости Потому что Надо продумать Или глупости Собственные Или глупости Начальников Поэтому надо В первую очередь Думать Что бы вы ни делали Начиная от того Что вы Саперной лопаткой Окапываетесь Выкапываете Окопом Думайте В какой вы Территории Находитесь Думайте Что может прилететь Думайте О размерах Окопа Куда можно попасть Куда можно не попасть Думайте Когда вы Собираетесь Стрелять Идти в атаку Или наоборот Обороняться Думайте И выполняйте Инструкции Потому что Инструкции Это Собственно говоря Понижение Смертности На поле боя Если вы будете Пользоваться Этими инструкциями Опытом Ваших Предшественников Многие Из которых погибли Это будет Очень здорово Потому что В основном Даже на войне Ну кроме Случайной гибели Ничего не сделаешь Когда прилетела Ракета Или огромный Снаряд Но в основном Гибель людей Происходит По страшной Непроходимой Глупости Непонимание Ситуации Или невозможности Спрогнозировать События Поэтому Думайте Ребята Голова дана Не только для того Чтобы каску На ней носить И поэтому Непонимание Но она Она тоже Всегда есть С этим Надо смириться Ничего не сделаешь Поэтому я хочу Пожелать Конечно Всем здоровья Терпения И побольше Мозгов Потому что Они очень хорошо В военных условиях Сохраняют Жизнь На этом я хочу Поблагодарить вас Алексей Васильевич За то Что вы приняли Меня здесь В этот музей Он маленький Скромный Но он делает то Что никому делать Не хочется Он возвращает Нас в реальность Вот этих штучек Которые можно Пощупать Посмотреть Поглядеть И прикоснуться К тем людям Которые собственно Говоря и не выпендриваются Но они жили Кто-то из них умер Кто-то погиб Но эта память Она должна быть Материальной Почему я за Реальный музей Особенно там Где можно Это все потрогать Потому что Сколько ты по телевизору Не показывай Всякую ерундистику Но ты должен Видеть предметы Те которые Держат в руках Те которые Бросают Там Гранаты Все остальное Иначе Ты ничего не поймешь Мир вокруг нас Предметен А не виртуален И поэтому Я обращаюсь С тем Кто собирается Идти Там Добровольцем Или уже воюют Посмотрите На реальный мир Вот в таких Небольших Музеях Очень скромных Он Позволяет вам Прикоснуться К реальности А не к виртуальным Выдумкам Каких-то там Странных людей Которых показывают По телевизору В боевиках И это Сразу все Ставит на свои места Выясняется Что три четверти Того Что вы о чем Думали Вообще Вам никогда Не понадобится Даже в обычной жизни А уж Военное время Тем более На этом Я прощаюсь С вами И готов Еще услышать Любой вопрос Сергей Вячеславович Спасибо вам За ваше Прекрасное выступление И мне хотелось бы От нашей организации Ангельского отделения Саратовской Редиональной Общественной Организации Ветеранов-защитников Государственной границы Часовой Родины Вручите вам Скромный такой подарок Знак того Что вы посетили Наш музей Как вы говорите Скромный Вот такой вот Вымпел Спасибо вам большое Огромное Спасибо Да Держите Так что у меня Есть замечательный Вымпел Ну вот И заодно Я сам Я же Очень Скажем так Немолодой человек Вот эту штучку Уже Видел только первые И только на картинках В моей юности Были А это уже Настоящее Она же булькает Так что До свидания Уважаемые слушатели Надеюсь Я вам Что-то Смог Вместе С Алексеем Васильевичем Объяснить До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова